МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первые чайные ритуалы и традиции появились в России в конце 18 века в связи с появлением в стране привезенного из Индии и Китая напитка из сушеных листьев чайного кустарника. Эти традиции формировали два сословия – дворянство и купечество. Крестьянам чай был недоступен из-за дороговизны. Дворяне предпочитали английскую чайную церемонию, безукоризненно сервированный стол, фарфоровые серфизы, молоко и сливки, сахар и утонченные разговоры о высоком. У купечества были свои чайные традиции – стол с самоваром, варенье и мед, обилие выпечки, сушки, бублики, пироги и калачи. Всем известно, что калач – это истинно русский хлеб, хлебобулочное изделие и даже немножко такой предмет роскоши и побаловать себя. То есть, если хлеб ели ежедневно, ну, там, все, кто мог бы калачить, такая была немножко больше праздничная история. Были калачные лавки, были калачники, которые ездили на таких тележках, продавали. Тертый калач – такое определение традиционное. Русская чайная выпечка несет из-за особого метода приготовления теста. Есть у калача ручка, за которую его держат. Съедают основную часть, а ручку нет. Отсюда выражение «дойти до ручки». То есть, до такого плачевного положения дел, когда приходится съедать даже ручку от калача. Основная часть калача, похожая на губы, тоже зародила расхожее выражение. Делается надрез, вот это вот, и раскрывается. Раскатываем губу, то есть, а потом посыпаем его мукой, и чтобы они не слиплись, тогда они при выпечке, они раскроются. Получается, как будто бы, две губы. Ротик такой. Есть мнение, что именно от этого пошло выражение раскатать губу и закатать. Тише, Машенька, не плачь, я куплю тебе калач. Известная всем поговорка, свидетельствующая о народной любви к этой выпечке, а также о том, что калач – это лакомство. Приготовленный по настоящему рецепту, тертый калач действительно невероятно вкусен, несмотря на кажущуюся простоту. Раскрываем так называемые губы, кладем сливочное масло, запиваем чаем, наслаждение бессмысленно описывать словами. А вот были времена в России, когда про чай-то и не знали совсем ничего. Но зато у нас были свои традиционные напитки. Пили квас, сбитень, травяные настои. Пили также копорский чай. На Западе его называли Иван-чаем. В наши дни, возвращаясь к истокам, люди все чаще вспоминают о напитке, который был до китайского чая, любим на Руси. Иван-чай, он же кипрей, снова набирает популярность. Собрать самостоятельно, заготовить на зиму, составить сбор с земляникой или липой, с мятой или другими душистыми травами – настоящая магия, которая добавляет любому чаепитию душевности и волшебства. Напиток издревле был очень популярный и лечебный. В нем он и бодрость приносил, и болезни лечил. Чай не пил, какая сила. Чай попил, куда девать. Или выпей чайку, забудешь тоску. Народные поговорки напоминают о бодрящих свойствах напитка. А в нашем городе и вовсе существует такое фольклорное выражение. У рязанцев свой зарок. Кроме всякой пищи, утром чай, в обед чаек, вечером чаище. Спустя годы чай в любых видах остается объединяющим и согревающим душу напитком, вокруг которого у каждого человека, в каждой семье существуют собственные традиции и ритуалы. И чем больше маленьких деталей добавлять в ежедневное чаепитие, тем волшебнее эффект от, казалось бы, простого и привычного напитка. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Передвижная выставка предоставлена галереей современного искусства башмаков «Галерия». Марк Башмаков – профессор, доктор физико-математических наук, один из самых известных в России коллекционеров произведений искусства Парижской школы. С 2015 года в Эрмитаже на постоянной основе проводятся выставки экспонатов из его коллекции. В основном представлена графика печатная и, как правило, это так называемая книга художника. Отдельно весьма интересное явление, скажем так, это не альбом с иллюстрациями и не книга в привычном понимании этого слова. Это довольно-таки, скажем так, интересный проект, где работает не один мастер. Здесь и художник, и, собственно, человек, который переносит изображения. Ну, типографский мастер, разумеется. И пассионарный деятель, который позволяет все это, так сказать, выжить в свет. На этой выставке представлено довольно-таки много известных имен и малоизвестных, но это не меняет того факта, что работы поистине удивительны. Печатная графика, отдельный вид искусства и весьма уважаемый. И наша галерея ставит одной из таких основных задач, как раз-таки просвещение зрителя, поскольку не все знакомы с этим видом искусства. И предполагают, как правило, что это либо просто какой-то постер, либо что это даже копия. Но все на этой выставке являются оригиналами и собственностью владельца галереи. Вот как раз-таки Павла Башмакова. Понятие парижской школы ввел в обиход критик Андрея Варно. Оно объединяет интернациональных художников, в основном из Восточной Европы, работавших в Париже в 1900-1960 годах. Ни до, ни после в истории искусства не было такой мощной концентрации талантов из разных концов мира в одном городе на протяжении стольких лет. Такие выставки, они всегда помогают освежить зрительское восприятие, прикоснуться к чему-то новому, тому, что мы слышали, может быть, видели в интернете. Хотя сейчас мы действительно все, я бы сказала, изуродованы интернет-видением. Именно общение с подлинником дает зрителю полноценную радость восприятия, то удовольствие, которое получаешь от зрения, от визуального такого контакта с произведением искусства. Но, конечно, нужно отметить, что зритель должен быть готов. Ну, элементарно, чтобы прочитать книжку, нужно хотя бы узнать грамоту. И также и восприятие искусства. Оно требует особой чуткости, особой подготовленности, приятия материала. То, что нам предлагает автор тот или иной, это его выражение мира, это его творчество, то, что он создает свой мир, который дарит нам. И, конечно, в зависимости от нашего уровня подготовленности, мы сможем получить больше или меньше радости и удовольствия от общения с подлинным произведением искусства. Выставка разделена на шесть тем. Мой Париж, Россия-Франция, линия форма-цвет, душа цирка, мир природы и великие книги человечества. В экспозиции 60 авторских произведений различных техник печатной графики. Литографии, ксилографии, афорта, пошуара, келиогравюры. Все они являются оригиналами, некоторые из них существуют всего в нескольких экземплярах. Выставка печатной графики художников 20 века под таким названием будет открыта в Рязанском художественном музее с 6 июня по 18 августа 2024 года. Много имен великих художников ушло в небытие после их смерти. Работы становятся ненужными, выбрасываются в мусор. Цель совместного взаимодействия фонда «Творческое достояние» и администрации города Рязани – сохранить достояние. Одна из выставок проходит в библиотеке имени Есенина. Каждую работу берешь, от нее энергия выходит. Это не иллюстрация, это не репродукция. Она не доработана. Видно, что она еще будет работать над ней. От нее сила исходит художника, ее идея. И вот это самое главное. Раиса Лысенина говорит о Зое Гнатковой, учителе многих народных художников. Среди ее воспитанников – Минский и Ковригин. Она всю свою жизнь проработала в детской художественной школе номер один. После выхода на пенсию занялась творчеством и начала писать картины акварелью. Это были пейзажи Константинова и Ладоги, а также портреты, натюрморты, букеты. Всего более 600 работ. На выставке «Наследие. Забытые имена» представлены лишь талика всех ее трудов. «То есть проблема вообще в России – наследие есть. И именно наследие – то, которое уходит в никуда. Ну, нет наследников. Поэтому вот то, что мы сейчас видим, вот наследие Зои Григорьевны Гнатковой, которой в этом году 115 лет было бы». Выставка создана с целью показать наследие рязанских художников. В Есенинке картины Зои Гнатковой можно увидеть до 17 июля. Затем большая акция «Забытые имена» завершится выставкой в Горьковской библиотеке. А после работы будут переданы в РИАМС. Анастасия Арт, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова